всем привет мы находимся в парке зеленая роща со мной алексей из городских проектов зеленую рощу недавно реконструировали и открыли и очень много негативных отзывов в соцсетях горожане вообще не довольны тем что получилось мы решили пройтись прогуляться посмотреть что не так и выделить пять слабых мест реконструкции зеленой рощи пойдемте ну вот я первая локация насколько я понимаю которая получила в народе название гранитное кладбище мы садова парка в том что это кусок леса который в городе чудом сохранился в принципе когда архитекторы работают над таким объектом важно подчеркнуть именно природный характер как можно меньше вмешиваться в лесную жизнь то есть в лесной ландшафт чтобы люди приходили слушали птиц и любовались как бы лесом здесь используется гранит по полной прямо такая вот память тут еще железо какой железо если вы посмотрите железо нормально как бы стол вот такой если бы он стоял просто ну на земле было бы нормальное решение эти площадки просто нарисовали циркулем на бумаге никто не понимает идею вот это вот зачем это было сделано посмотрите вот раскраска цветная видимо в лесу вот скучно поэтому надо цветную раскрасочку добавить все деревья они должны были быть и спины вот видите дорожка да вот это вот по краю идет не знаю зачем ходить по ней по кругу ну как бы идешь идешь опаньки тут как бы земля клуба то есть ты как вот так уже не то есть это уже не дорожка получается что понятно беговая дорожка раньше бегуны бегали по периметру вот сейчас видите бежит человек он бежит по асфальтовой дорожке среди там где ходят другие люди раньше была у них тропинка по периметру парка она вот там прямо у забора шла вот так вот так вот так прямо везде по всему парку самого периметра кругу полтора километра они бегали никому не мешали по грунтовой но похожие дорожки получается почему-то авторы вот этого проекта решили ни в какую не делать им такую же дорожку где она была сделали другую вот она идет она тоже тут какой-то специальный состав чтобы не по асфальту бегать а помягче было вот но проблема в том что они сделали во первых не полный круг а во вторых вот смотрите она идет по диагонали через парк и в хорошую погоду здесь люди как бы обычные люди ходят потому что им удобно идти по диагонали через парк и они вот с клясками там идут или как-то и бегуны они как бы не уже не могут здесь нормально бежать как они бегали по периметру а по периметру у них нет дорожки значит тут сценарий использования такой режим прибежали можно посидеть на скамейке обещали в проект сделать несколько разных площадок детей разных возрастов в итоге они абсолютно одинаковые ставили вот на эту площадку и на ту площадку на вторую вот первый раз жизни я вижу что вот это один один аттракцион располагается так близко к такой качели когда качается ребенок на качели вот на этой вот то все родители напрягаются чтобы их дети не детям не прилетела то есть я например захотела на эту качель побежала вот здесь и здесь кто-то качал а дети здесь тут столб гранитный тут качель все как-то стиснуто вот это еще четвертая площадка ее у гмк сделали за свой счет рядом с клиникой вот и тут несколько вещей можно сказать во первых она сделана немножко по-другому видите тут уже не гранит не асфальт а такая плитка пешеходная да она симпатичнее смотрится интересно но она как бы получается не стиле во первых и оборудование поинтереснее здесь уже сделано по качественнее и безопаснее кстати ну тут смотри все закрыто разнесено да разнесено разнесенные видите где горка там нету рядом чего-то еще про эту площадку были споры тоже когда обсуждали проект тут в чем дело этот парк природный и по и тут до этого был просто кто видел просто такая поляна поляна на которой играли футбол ничего не было и с одной стороны вот хорошо что сделали тут для футбола есть для баскетбола для стритбола есть теннисные столы есть несколько штук и люди в принципе здесь по выходным очень много людей они играют но с другой стороны что получилось когда ты приходишь в лес от в этом ты в этой части парка в южной ты не слышишь ни пения птиц не чего-то еще ну вот такая хорошая погода ты слышишь только баскетбольные мячи потому что 400 баскетбольные площадки они бы заглушают все посудить почему нельзя убрать вот этот вот спортивные секцию вот эту всю туда куральцу а здесь что тихо сделать чтобы было слышно птиц чтобы тут был как природный отдых какой-то обычно по-хорошему когда одна дорожка примыкает другой и людям надо идти вот так вот надо делать скругление здесь в этом месте с асфальтом если не сделать то мы видим и люди будут ходить и велосипедисты будут иногда съезжать туда и развозить грязь и даже если люди будут ходить нормально тут есть тракторы которые убирают все это и они уж точно будут развозить вот видите учат парк находится на склоне вот там вверх у него там вниз и там была вводится была чистая местность изначально и особенно весной когда тут снег лежит везде полез по лесу он начинает таять и все стекает вот туда и вот эта земля которая вот здесь лежит сейчас очень вероятно что она просто весной с водой вот туда потечет там нигде не придумано в итоге не дренаж не водоотвод никакой не продуман вот на таких местах где дорожки надо чтобы были трубы под дорожками дорожки они всегда выше и вода отводилась здесь этого ничего сейчас не сделано и скорее всего весной будут проблемы я уж на смотри прошлись по парку посмотрели что где какие недоработки и косяки есть какой-то итог подведем нашей прогулки ну и только такое что можно было сделать лучше чтобы сделать лучше надо было заранее советоваться с экспертами по этому вопросам то есть если проектировщик что-то сделал он должен показать и с учетом обсуждений сделать нормально нормальный проект хороший который всех устроит у нас как бы все было в спешке обсуждением не было как бы никакого внимания то есть обсуждали обсуждение было 5 минут этого на было собрание реально собрание презентация проекта 10 минут обсуждение проекта 5 минут вот никто не подготовился просто сказали ну ладно что у вас картинки ну ладно вот поэтому в следующий раз надо думать делать концепцию заранее продумать детские площадки и обсуждать с жителями обсуждать с экспертами если бы люди вот эти вот которые проектировали просто вышли и сказали давайте обсудим им бы накидали сразу этих идей как бы как все использоваться как все сделать какие минусы плюсы в проекте и они мы просто исправили на ранних этапах и было бы все хорошо